Я люблю тебя, край мой родной, и березышка в рощах стоят, и огни на крючке рекой, дочь не маленькая, классная взгляд. И огни на крючке рекой, дочь не маленькая, классная взгляд. Друзья, съемка продолжается, но уже в моем саду, возле моего абрикоса. А разговор о Чернобаеве не закончен. Ну, вы как должны понимать, что такие люди, это все-таки штучные изделия, все-таки заслуженный художник Хакасий. И, видимо, у таких людей все в руках расцветает. Я критиковал за некоторые приемы в работе, но почему-то именно ему они не мешают. Вот, но вот однажды у него получились вот такие деревья. Да, я показываю свои, почему три дерева были им вырублены. Думаете, плохие? Именно такие. Почему? Ведь когда-то черенки достались ему от меня, вот, и на седьмой год вы видели то, что вы видели в первом сюжете. Сегодняшний мой рассказ о нем же. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько таким талантливым людям даются вот такие чудеса. Вот этому моему абрикосу, так, с которого были взяты черенки. А я всегда черенки беру с молодых деревьев. Ему примерно девятый год, десятый. А те деревья, которые я вам показывал, живы, еще живы. Сейчас объясню, почему. Ну, вот, вспоминайте, там он назвал десерты, он назвал академик. Так, вот, они у него были еще живы, но такие же деревья, включая вот этот королевский, вот этот, такой же, но на два года моложе, у него были усрублены его топором. Почему? А зачем ему так много плодов? Это на фоне бедствия всей России. И на фоне совершенно, ну, как бы это сказать, такого невежества, которое пропагандирует даже официальная наука. Вот что происходит. Я этим хочу подчеркнуть, что, во-первых, да, талант, да, самоучка, единственный из всех, с кем я дружу, с кем общаюсь, который никогда не учился у меня, единственный самовучка, самородок, который еще и спорит со мной чуть ли не по каждому поводу. Вот, и я вам просто показываю абрикосно, всего лишь на два, на три года старше тех срубленных им, чтобы вы имели представление о чем. О том, что, да, мы все, он же не учился индии никогда и ни у кого, вот, и не будет это козырять там именами Мичурина или там, допустим, Абербанка. Нет, он просто растит, 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 климат у него мягкий, где-то почти украинский. Он как-то умудрился, я это подчеркиваю, хорошо, когда есть такие места, вот у меня замерзла, допустим, груша Старкинсона, у него не замерзла, хотя она от меня же пошла к нему. Вот, и еще есть такие пару примеров. Получается, что микроклимат, это город дышит прямо на его частный сектор, а с другой стороны незамерзающий не сея. Он дает летом прохладу, сейчас дикая жара стоит, а, допустим, зимой он дает влажный воздух, и он, кажется, этот воздух таким холоднючим, прямо продирает душу. А на самом-то деле деревья – это благо, это иней, выше влажность, меньше иссушение деревьев, потому что многие путают иссушение деревьев с деревенским, видимо, не так, с замерзанием деревьев. Вот я хотел это подчеркнуть, и еще скажу, что мы ведь были в молодом его саду, которому пошел седьмой год, а видели, сколько мы всего интересного там увидели? Я это говорю, берите пример с этого, мы еще побываем с вами в его старшем саду, которому 15 лет, и вы видите там яблони с детскую голову, и много-много чего еще. Вот сейчас, вот на этом я и заканчиваю разговор о нем, вот, и чтобы, я не говорю, что хорошо, когда у всех будет столько абрикосов, что, а их начнут вырубать, так как они, видите, или портят газон, гниют, а такое количество не собрать, вот. Ну, как сказать, наверное, что-то на фоне того, что происходит в России, это, конечно, аномалия, убирать такие абрикосы, я этому много чего пообещал. Ну, в общем, вот такие дела. А потом мы с вами продолжим этот разговор, потому что жара, и быстро-быстро все дозревает. Еще раз посмотрите на королевский абрикос, который на солнечной стороне выглядит вот так, необычно даже для него же. Чуть-чуть где, где чуть-чуть, чуть-чуть, видите, тень, они крупные, все, вот тут их 160 грамм есть, но уже они даже сыпятся, но мы их уже собираем, но все-таки они такую окраску не приобретают, многое зависит от солнца. Вот, ну, все, друзья, сейчас мы будем говорить о других сортах, хотя я даже королевский не все вам показал.